Стритбот 90H Буквально, боевой катер 90 HIF 90 год принятия на вооружении, HIF, способность перевозить и размещать ползвода, 18 человек десантной пехоты в полном снаряжении Катер был первоначально разработан компанией Декштаварвет для ВМЭС Швеции, как класс быстроходных боевых десантных катеров В настоящее время в шести странах мира эксплуатируется почти три сотни катеров Стритбот 90H и их модификаций При разработке катера Стритбот учитывалась необходимость совместить в одной конструкции простоту производства, мореходность, высокие скоростные характеристики, а также требуемую грузоподъемность Основой решения этой технической проблемы стало широкое использование алюминия Почти вся конструкция катера выполнена из этого металла и его сплавов Корпус, формируемый алюминиевыми каркасом и обшивкой, имеет длину 14,9 метра, по ватерлинии 15,9 метров полная и ширину 3,85 Осадка 0,8 метра Примечательно, что при таких размерах Стритбот 90H получился довольно легким, его водоизмещение не превышает 18 тонн Корпус катера имеет характерные для этого класса техники обводы Для облегчения выполнения десантных задач носовая часть и днище катера усилены и оборудованы опускаемым трапом В поднятом положении трап формирует нос характерной обрубленной формы В средней части катера размещена ходовая рубка с рабочими местами экипажа из двух человек Рубка имеет легкое противоосколочное бронирование Сразу за ней располагается бронированный отсек для перевозки десанта Половина взвода морской пехоты может садиться и покидать катер как через корму, так и через носовой трап В последнем случае они проходят через рубку и попадают в небольшой коридор между ней и носовым трапом Для удобства коридор сверху прикрыт двустворчатым люком, открываемым при высадке Кормовая часть катера Стритбот сконструирована таким образом, чтобы на ней можно было смонтировать любое необходимое оборудование от вооружения или груза до легкой дополнительной кабины В грузовом отсеке или на корм ее можно разместить до 4,5 тонн груза В кормовой части корпуса катера размещены два дизельных двигателя с кани мощностью по 625 лошадиных сил Двигатели подают крутящий момент на два водомета С такой силовой установкой катер может разгоняться до 40 узлов Дальность плавания на экономичном режиме 20 узлов, 240 миль, что достаточно для выполнения большинства задач, стоящих перед катерами такого класса Используемые водометы имеют интересную особенность, они способны работать даже при неполном заполнении канала водой Это позволяет катеру выполнять сложные маневры с большим креном Катера для шведских военно-морских сил комплектовались тремя крупнокалиберными пулеметами М2HB Один из них устанавливался на кольцевой турели на крыше десантного отделения, два других на баке, перед рабочим местом рулевого При необходимости на катерах этого типа можно устанавливать автоматические гранатометы, управляемые ракеты и другое вооружение В базовой версии катер также способен перевозить и применять морские мины или глубинные бомбы Боезапас насчитывает четыре морские мины или шесть глубинных бомб Для их сброса на корме имеются две направляющие Большая часть катеров собиралась в базовом варианте с учетом доработок той или иной серии, а некоторое количество было переделано для выполнения специальных задач Так появились следующие модификации Стритбот 90Л Леднинг Управление Командирский вариант катера, предназначенный для управления действиями батальона морской пехоты Имеет ряд специального оборудования управления и связи, а также оснащен дополнительным генератором, снабжающим аппаратуру электроэнергией Стритбот 90Компл Компани Леднинг Управление Роты Другой командирский вариант, почти полностью аналогичный базовому катеру Оснащается оборудованием для командования на уровне роты и дополнительным генератором Стритбот 90Ашес, вариант для работы на большом удалении от баз От базового катера отличается усиленным бронированием, климатической системой, дополнительным генератором и новыми более мощными двигателями, компенсирующими возросший вес конструкции Стритбот 90Полиш, полицейский вариант, приспособленный для длительного патрулирования В бывшем десантном отделении размещен запас продовольствия и место для отдыха экипажа Спасательный катер с барокамерой, предназначенный для спасения подводников Официальное обозначение неизвестно, построен как минимум один такой катер Поисково-спасательный вариант для службы ССПС Не вооружен, но оснащен набором спасательного и медицинского оборудования Два десятка катеров Стритбот 90Н в версии для Норвегии в целом похожи на базовую модель, но отличаются от нее несколькими нюансами конструкции и оборудования Так, норвежские катера имеют более высокое десантное отделение, позволяющее бойцам стоять в полный рост, а также два новых отсека в носовой части В последних размещены туалет и объем для хранения различного оборудования или вооружения Также катера Стритбот 90Н получили новый навигационный комплекс на основе системы GPS и ряд других электронных систем Для обеспечения электроники энергии пришлось установить на экспортные катера дополнительный генератор, а также новый привод лебедки-якоря Последняя переместилась на корму Норвегия предприняла попытку значительно повысить боевой потенциал своих катеров С одного из них сняли пулеметную турель, а на ее место установили часть оборудования ракетного комплекса Hellfire Стабилизированную пусковую установку выполнили на базе турели с дистанционным управлением для наземной техники М-151 Protector и поместили на корме катера Имеется информация о переоборудовании одного норвежского катера в санитарный вариант Американские катера в дополнение к пулемету М-2HB на кольцевой турели получили целый набор различного вооружения На разных катерах устанавливаются разные комбинации из крупнокалиберных пулеметов М-2HB, в том числе и спаренных 7,62-мм М-60 и шестиствольных М-134 Minigun Таким образом, огневая мощь катера без особых ухищрений выросла в разы Теперь он способен бороться с живой силой и различными легкими плавсредствами противника, которые могут стать его целью